— Скажите, Александр, вы ходите в кино? Вы ходите в кино? — Да. — Да? Какие места вы предпочитаете для просмотра фильма? Это передние, это середина или места для поцелуевых? — Ну, обычно я беру чуть-чуть выше середины, потому что, ну, обычно, даже когда я работал в кинотеатре, я все время советовал именно это, потому что она больше по звуковой локации фильма. Можно полный объем звука, и если смотришь в 3D, то именно в этом моменте, то есть прямо напротив, по центру экрана получается, потому что экран вот так, и получается, сидишь по центру экрана. Особенно это Ваймахса очень хорошо работает, потому что он в центре экрана виден, и 3D больше работает, если в 3D смотреть. — Как раз в мастере Альтрона, это в 15-м году, по-моему, было. Как раз вот я приехал в СБС-монитор. — Вы были у нас в Краснодаре? — Да. Я в Краснодаре был, и в Анапе был, у меня очки Аймахсовские дома лежат. Куапсе, получается, был в кинотеатре на Красной площади. То есть это мой первый любимый кинотеатр, который мне очень понравился по качеству картинки и по звуку. — Спасибо вам, уже стараемся. — Да, потом я уже чисто непроизволенно сравнивал, когда ходил в другие кинотеатры, мне все равно предпочтение было по звуку и по качеству. Потому что даже вот когда выходил противостояние, я сначала ходил один туда ездил, потом уже ходил с друзьями, потому что и зал большой. Потому что когда я ходил уже всегда в Аймахс, в сравнении с монитором кинотеатра Аймахсовский он больше. То есть в мониторе огромный экран был, чем у нас в Липецке стоит. То есть эмоции уже не были в мониторе. То есть я был расстроен, что в Липецке не открыли мониторский кинотеатр. Потому что и очки можно покупать, и всякие разные. Ну, я не знаю, мы хотим больше всего у вас, чем у других кинотеатров, как я заметил. Потому что все сувениры, которые у меня дома, это именно из вашего кинотеатра. Мы тоже сувениры, коллекционная посуда, это стаканы и ведра для попкорна. А вы любите попкорн, Александр? Да, я покупаю часто перед сеансами. У меня дома и ведра с Мстителей, и с Первым Мстителем, и оленяковый период чемоданчик там разный вкусный. А какой попкорн вы любите? Сладкий, соленый, у нас есть со вкусом пиццы. Не расслышала. А, ну пошли так. Так, здесь стало довольно громко. Я очень... Одну секундочку. Я к вам вернулась. Надеюсь, да, тут лучше слышно. Вы ходите в кинотеатр один или в компанию? Ну, я редко в этих компаниях, потому что я работал в лагере с вожатым, а так я обычно ходил один час. Ну и попадал так, что... Ну, в Мститель, естественно, я попадал в полный зал, а на некоторые другие фильмы там была такая же часть. И, в принципе, в тишине я. Потому что, когда я попал, ходил на «Трансформер», это дети, которые пересказывали весь сюжет, догадали, что будет дальше. И, кстати, тут невозможно смотреть фильмы. Мы тоже не любим спойлеры. У нас в каждом эфире, где мы обсуждаем кино, у нас был ряд эфиров. Монитор с января по марте 2020 года. Мы очень аккуратно обходили эту тему. И поэтому понятно, что прямо на сеансе узнавать, чем все закончится, не очень хочется. Потому что были моменты, когда я работал контролером, и выходит человек, а я фильм еще не смотрел, получается, и он, а вот там вот, блин, зря закончили вот так. Хочется с очками кинуть. Давайте будем благоразумны и после просмотра фильма, когда мы вернемся все в кинотеатры, и не будем проверять, типа, снимают или не снимают фильм. У нас нельзя снимать. Да, да, из «Стражей галактики» когда были, мы заходили, контролировали. Я заходил вот так вот, отворачивался от зала, то есть от экрана, чтобы ничего не видеть. И смотрел в зал, снимали или нет, или уши затыкал, чтобы не слышать ничего. Потому что не хотелось ничего занять о фильме, потому что надо же часто заходить. А фильм свежий. Бывало такое, что по камере пришел человек с фляжкой металлической, а мы зашли и по фильмам узнать, что происходит. У нас это... То есть, когда я там работал, то есть в кинотеатре говорят, что я для них центр-работник, который знает весь фильм проката и вообще может рассказать людям то, что сейчас делают в кинотеатрах. Это здорово, что вы любите кино и передаете эту любовь детям. Мы ждем ваш фильм на большом экране. Держите нас в курсе. Спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, мы еще с вами встретимся. С нами был Александр Мазаев, режиссер и педагог.